Тюменская арена Тюменская арена Сибиряки во второй 45-минутке были ближе к забитому голу После часа игры Никита Теленков мощно стрелял в створ Спас голкипер Далее вышедший на замену Югор Глухов вспахал бровку и наверняка простреливал штрафную Считанные сантиметры отделили Артура Репокобеленко от гола В последние 10-минутки уроженец Санкт-Петербурга Максим Вотинов мог принести Тюмене победу После борьбы и рикошета таранный форвард грамотно переводил мяч в ворота Но вратарь Зенита 2 сохранил паритет 0-0 Тюмен по итогам первого круга осталась на вершине зоны вылета Важный выездной матч клуб проведет уже в среду Сибиряки поспорят с Айнбургом за выход в четвертьфинал Кубка России Пока без побед. Возвращение в высшую лигу А в волейболистом Тюмени дается непросто В очередном туре чемпионата команда Сергея Шульги гостила в Оренбурге Вместе нефтяник еще не так давно выступал в элитном дивизионе Состав у команды по меркам вышки А более чем добротный Но в общем и целом в Оренбурге тюменцы смотрелись неплохо В каждом из матчей они зацепили по сету Что правда не помогло заработать хотя бы один балл Становление команды проходит непосредственно по ходу сезона Новые люди только влились И еще пока целостные картинные площадки наблюдать не приходится Но определенные сдвиги к лучшему уже есть Идет сыгровка нападающей спасающим Это тяжелый трудоемкий процесс Прервать неудачную серию тюменцы постараются в предстоящие выходные В первых домашних матчах сезона 3 и 4 ноября сибиряки примут Академию Казань Которая в текущем сезоне еще не проигрывала К этому туру мы будем уже смотреться как целостная команда Мы поправим те шероховатости, которые у нас случились здесь И достойно проведем домашние первые игры В Тюмени составилась церемония награждения участников спартакиады Среди профессиональных образовательных организаций города На протяжении учебного года команды 13 заведений состязались в 8 видах спорта Традиционно большую часть наград завоевали учащиеся западно-сибирского государственного колледжа Они снова заняли первое место в общекомандном зачете и среди юношей, и среди девушек За тройку призовых мест борется порядка 7-8 образовательных учреждений То есть спортивная конкуренция достаточно высока Спартакиада колледжей и техникумов – это прекрасная возможность показать уровень своего спортивного мастерства Ну и где-то, как говорится, даже попасть на карандаш Я имею в виду по видам спорта уже в профессиональной команде Участие в городской спартакиаде Сузов приняли более 5000 студентов Состязались они в лыжных гонках, легкоатлетике, эстафете, настольном теннисе и гиревом спорте А также в мини-футболе, волейболе и баскетболе Подобного рода мероприятия, они приумножают с одной стороны количество участников мероприятия Они повышают спортивный дух, они повышают мотивацию Спартакиада позволила большее количество студентов окунуть в выполнение нормативов ГТО Зарядившись через спартакиаду, они, собственно, пробовали себя как в тестовом, так и в официальном выполнении ГТО Для общего развития, прежде всего, я физрух, мне нужно сдавать нормативы всегда, каждый год Поддерживать фигуру в конце концов Второе место в женском зачете кеменской спартакиады Сузов заняли будущие врачи и медсестры Серебряными призерами у мужчин стала команда нефтегазового колледжа ТИУ Бронзе и среди девушек, и среди парней радовались студенты лесотехникума На сегодня у меня все Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона Вы, как и всегда, сможете узнать на нашем сайте asenta.ru До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok